Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Ильф и Евгений Петров. Прошлое регистратора ЗАГСа. На Масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества. В четверг вечером в кафе Шантане Сальве в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа. Всемирно известная труппа жонглеров. Десять арабов. Величайший феномен XX века Стэнс. Загадочно. Непостижимо. Чудовищно. Стэнс — человек-загадка. Поразительные испанские акробаты и нас. Брезина. Дева из Парижского театра Фалибержер. Сестры Дрофир и другие номера. Сестры Дрофир, их было трое, метались по крохотной сцене задник, который изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели. «Пред вами мы, как птички, легко порхаем здесь. Толпа нам рукоплещет, бумонд в восторге весь». Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули, что из силы рефрен. «Мы порхаем, мы слез не знаем. Нас знает каждый всяк и умный, и дурак». Исполнив купца Ангелова тяжелую пьяную скуку было обольстительно и необыкновенно для молодого человека лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой. Молодой человек еще раз перечел меню. Судачки-папьет, жаркое цыпленок, малосольный огурец, суфлеглясе Жанна Д'Арк, шампанское, мум, зеленая лента, дамам, живые цветы. Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына-бокалейщика Дмитрия Маркелыча, выводил старый лакей Петр, с негодованием бормотавший, а ежели денег нет, то зачем фрукты требовать? Они в карточке не обозначены, их цена особая. Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту. — Двоечник, второгодник, папе скажу, будет тебе бенефис! Скука, навеянная выступлением сестер Дрофир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера, бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя. — Отдай все и мало! — кричал Ангелов страшным голосом. Глаз на городской думы Чарушников, ужаленный в самое сердце феей из фольвержер, поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл тушь. В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор, первый обернувшийся ко входу, сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный Мот и Бунвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околодочный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутницей Полита Матвеевича. — Извините, ваше высокоблагородие! — дрожащим голосом говорила колодочный. — Но подолгу службы! Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь ангелов. — Голубчик! — Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Орел! Дай я тебя поцелую! — По долгу службы, — неожиданно твердо вымлыл околодочный, — не дозволяют правила. — Тос! — спросил Ипполит Матвеевич тенором. — Кто вы такой? — Околодочный надзиратель шестого колодка садовой части Юкин. — Господин Юкин, — сказал Ипполит Матвеевич, — сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели, а теперь по долгу службы делайте, что хотите. Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метродотель сам хозяин Сальве и совершенно одичавший купец-ангел. События это, взволновавшие передовые круги Старгородского общества, окончились так же, как оканчивались все подобные события. 25 рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождение предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так. «В нашем богоспасаемом городе, что не событие, то сенсация». И как нарочно в каждой сенсации замешаны именно влиятельные лица. Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным «Бывали хуже времена, но не было подлей» и была подписана популярным в городе фельдетонистом принцем датским. В тот же день чиновник для особых поручений при городоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина принца датского прибыть в канцелярию городоначальника к четырем часам дня для объяснений. Принц датский сразу затасковал и уже не смог дописать очередного фельдетона. В назначенное время венциносный журналист сидел в приемной городоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с городоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. Городоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо принца датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что городоначальник поднялся из-за стола и сказал «Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться». Принц датский, успевший одолеть к этому времени слова «Ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ «Так, я же вообще заикаюсь!» Остраумие принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала. Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства. Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старогородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинения о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятне. На девятом году мальчика определили в приготовительный класс Старогородской дворянской гимназии, где он узнал, что кроме красивых и приятных вещей, пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами. О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три. Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову и Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил, «Это Матвей Александрович сын». «Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову и Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят. В Старгороде было две гимназии — дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их карандашами и гордились своими фуражками с красным околышем. За это, в свою очередь, они получили обидное прозвище «баклажан». Ни один карандаш принял мученический венец из фонарей и бланшей от руки мстительных баклажан. Озлобленные карандаши устраивали на баклажан-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. Баклажан-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша, забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе. Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли сапогами, но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению баклажан, жизнь загадочную и даже легендарную. Ипполит завидовал кадетам. Их голубым погонщикам с наляпанным по трафарету желтым Александровским вензелем, их бляхом с накладными орлами, но лишенный по воле отца возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела. В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то перед самыми экзаменами, во время большой перемены, три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бомбошками и катки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с Фикусом, и Ипполит и третий гимназист Пыхтеев-Кокуев чуть не умерли от смеха. — А Фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит. — О-о-о! — ответил силач Савицкий. — А ну, подними! Савицкий тотчас же начал трудиться над Фикусом. — Не подымешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Кокуевым. Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у Фикуса. — Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от Фикуса и спиною налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра Первого Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигом притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Кокуев. — Что же теперь будет? — Воробьянин, — спросил Савицкий. — Это не я разбил, — быстро ответил Ипполит. Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре. Во время греческого в третий класс вошел директор СИИК. СИИК сделал Греку знак остановиться на месте и произнес ту самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов. — Господа! — заявил он. — Кто разбил бюст Гошударю в актовом жале? Класс молчал. — Пожор! — рявкнул директор. Обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах. Зубрилы преданно смотрели в глаза СИИКа. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника. — Пожор! — повторил директор. — Имейте в виду, господа, что если в течение часа виновный, не сожнается, весь класс будет оставлен на второй год. Те же, которые сидят второй год, будут исключены. Третий класс не знал, что СИИК говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх. Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал, и Полит смотрел на Савицкого. — СИИК Гавриот, — говорил Савицкий грустно, — пугает. Нельзя всех оставить на второй год. Пыхтеев-какуев плакал, положив голову на порту. — А мы-то за что? — кричали зубрилы, преданно глядя на Грека. — Ну, дети, дети, дети! — взывал Грек. Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-какуев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния. Зубрил и Мурзик прочел молитву после учения «Благодарим тебя, Создателю, и Кая от горя». После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-какуева, пошел искать и Полита. Но и Полита нигде не было. На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-какуева был слышен за городской чертой. И Полит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липкие резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился. В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах, и Полит вертелся в мазурки и пил в гардеробный ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, чертова лестница, объем пирамиды, параллелограмм скоростей и метаморфозы овидия, а в восьмом классе он узнал логику, христианское правоучение и легкую венерическую болезнь. Отец его сильно одрехлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, а и Полит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенный ссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерико, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство. Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел коммердинера с баками трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги. Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую на перерыв проявляли дамы избранного общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским аи по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах. На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской «Настоящий кавказский духан! Нормальный кавказские удовольствия!» познакомился с женой нового окружного прокурора Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была «сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная». Секретарь суда грешил стежками. Зовущая к поцелуям Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки. «Разреши ты, стаканчик, шампанский!» сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем. Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин. Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и громко сопя отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом «Бедные дети не забудут вашей щедрости». Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый оршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорша ему не жить и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости. С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности Старгородского парка. На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор, кажется, стал бодаться, на что следователь с усмешкой ответил «Цадило треба разжувати» и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле, и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену. Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами, прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным. Он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены. Но Ипполит Матвеич позволил себе совершенную бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками. Ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками «Самое министерство юстиции». Товарищ министр был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова. Все кончилось совершенно неожиданно. Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызране прокурор прожил долго, заслал человек 800 на каторгу и, в конце концов, умер. Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевич. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности, на новые здания биржи, сооруженные усердием старгородских купцов, в осиро-вавилонском стиле, на колончу пушкинской части, свисевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникшей в районе. — Кто горит, Михайло? — спросил Ипполит Матвеевич Кучера. — Балагуровы горят. Вторые сутки. Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив Балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз. — Ваня! Дай-ка французскую лестницу! Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму. — Так он и пять суток гореть будет, — гневно сказал Ипполит Матвеевич. — Тоже! Париж! С Еленой Станиславной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте 300 рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных. Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию жермона и стравиаты. Ты забыл край, милый свой, бросил ты прованс, родной. Когда приступили к разучиванию арии Реголетто, куртизаны и щадья порока насмеялись надо мною выжестоко, баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьяниного 160 рублей и поскакал в Казань. Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиения в клубе благородного собрания присяжного поверенного Музури, закрепили за ним репутацию демонического человека. Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покидала природная жизнь и радостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжение нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался. Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по Министерству внутренних дел, а кто по финансовой части. Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись, и что безвыгодные женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее преданное можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию Мари белые розы, а на третьей сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства. — Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего. Ипполит Матвеевич весело щеривался, заливаясь смехом. — Нет, честное слово, она очень милая, но да че наивна. А теща Клавдия Ивановна, ты знаешь, она называет меня Эпполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. — Замечательно! С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво посидел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе «гуд морген» или «бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги. Скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфельдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевич. Положение предводителей и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суд дело, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфельда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову. От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфельду. В письме он написал латинскими буквами только два слова. «Накося, выкуси!» После этого деловая связь с мистером Энфельдом навсегда прекратилась, и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела. К этому времени Воробьянинова стали звать Бонвиваном, да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул «Замечательно!» «Меня учат жить!» «Это просто замечательно!» Вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом, в честь умерщвления известным охотником господином Шарабариным двухтысячного со времени основания клуба «Волка». Столы были расставлены полумесяцем. В центре, на сахарной скатерти, среди поросят заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками, лежала шкура юбиляра. Господин Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувшей уже с утра и ослепленной магнией бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам и слушая речи. Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал «Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба, позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень-очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно!» Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался. В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию принца датского. Был 1913 год. Французский авиатор Бранден-Жон де Мулине совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на Приспо-Мерии. Дамы в корзинных шляпах с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенные испытания, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку. Жизнь била ключом. На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества свободной эстетики встречала вернувшегося из Полинезии Константина Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны ландышами. Началась первая приветственная речь. «Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве!» После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт «Из-за туч солнца луч, гений твой! Ты могуч, ты певуч, ты живой!» Вечером в обществе свободной эстетики торжество честования поэта было омрачено выступлением неофатуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц ему близко знакомых. Шиканье и свистки покрыли речь неофатуриста. Два молодых человека, двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника Министерства иностранных дел Далматов познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Киме и убили ее, чтобы ограбить. В кинематографах на морщинистых экранах шла сильная драма в трех частях из русской жизни «Княгиня Бутырская», «Хроника мировых событий» «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона. Гомерический хохот. Из спаских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, а протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест. В Старгородской газете «Ведомости городоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий Перу местного цензора Плаксина. «Скажи, дорогая мамаша, какой нынче праздник у нас в блестящем мундире папаша не ходит брат Митенька в класс?» Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаша действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили в пролетках к Стрельбищенскому полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий. На джутовой фабрике, в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель. В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и дворокачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок в очреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много. На будущий год он замышлял новое путешествие за границей. Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год в мае умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товарно-пассажирском поезде бежать, куда глаза глядят. Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь Остенского взморья, кровли Парижа, темный лик и сияние медных кнопок международного вагона, но не воображал себе Ипполит Матвеевич, а если бы и вообразил, то все равно не понял бы хлебных очередей, замерзшей постели, масляного каганца, сыпно-тифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело и уходи» в канцелярии ЗАГСа уездного города Н. Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, с дуру, запрятанной ею в гампсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть, и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.